Шалом, друзья! Исраиль Парибский, Равин, синагога города Могилев, законы Хануки, продолжаем. Для чего зажигают ханукальные свечи? Ханукальные свечи это напоминание о чуде, произошедшем давным-давно, когда традиционные евреи боролись с эллинистами, вы все это помните, и зашли в храм, освободили его, зажгли свечи, но там было масло всего на один день, а оно прогорело, как вы знаете, 8 дней. Это чудо, это память. Поскольку это напоминание, важно, чтобы эти свечи были для напоминания. Первое, это место. Место, в котором зажигают ханукальные свечи, оно должно быть видно. Поэтому, если вы живете в Израиле, находитесь в нормальной ситуации, зажигайте их на входе в дом. Если вы у нас за границей, тогда зажигайте их либо на подоконнике, либо, если боитесь даже этого, знаете, как евреи все боятся, как бы что ни было, ну, в подъезде это действительно может быть опасно, потому что соседи могут вызвать пожарных, могут вызвать, не знаю, колдунью, могут просто украсть ваш подсвечник, зачем вам это надо. Вот. То можете, в принципе, зажечь на столе дома, если даже на окно не хотите ставить. Это тоже нормально. Теперь, еще важно. Так как это свечи для напоминания, их светом нельзя пользоваться. То есть, если мы зажгли свечи и пользуемся ими в быту, то в чем здесь напоминание? Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас был свет, должен быть еще какой-то источник света. Есть обычай у всех евреев ставить еще одну дополнительную свечу. Видите, она стоит выше остальных свечей. Это свеча шамаш. Шамаш, что он означает по-русски? Для использования, да, то есть слуга. Это свеча для того, чтобы мы ей пользовались. А эти свечи уже, соответственно, святые. Я вам скажу по секрету, никому не говорите. Я шамаш не зажигаю, потому что у меня дома горит свет. Я использую электричество, поэтому я шамашем не пользуюсь. Но все нормальные кошерные евреи, конечно, зажигают, как бы что ни было, зажигают еще дополнительную свечу. Время зажигания свечей. Когда? Когда зажигать свечи? Свечи зажигают с выходом звезд. В момент выхода звезд вы можете посмотреть это в интернете. Можете скачать приложение. Приложение отличное называется Аллахические времена. Оно есть в App Store, оно есть в Google Play. Если у вас Huawei, ну просто мои соболезнования, в любом случае смотрите, когда выходят звезды, и в этот момент, в это время зажигаете свечи. Если вы не можете зажечь с выходом звезд, можете зажечь 15 минут заранее. Это, по некоторым мнениям, даже предпочтительнее. Если и так не можете, то можете зажечь в течение получаса после выхода звезд. Но если вы не зажгли в течение получаса после выхода звезд, то вы можете зажечь до утра. А уж если до утра не зажгли, то этот день вы пропускаете. Условно, если вы во вторую ночь Хануки не зажгли две свечи, то в третью ночь вы уже зажигаете три свечи. А две свечи вы уже зажгете в следующем году. Днем зажигать ханукальные свечи не имеет смысла. Максимально можно, рано это плагмин-ха. Время плагмин-ха вы тоже смотрите в приложении или в интернете. Что делать? Вы зажгли свечи и потухла свеча. Нормально. Если когда вы зажигали, она должна была прогореть 30 минут, то в принципе заново зажигать не надо. В момент зажигания это должно быть таким образом. сделано, чтобы свеча могла гореть. Соответственно, если наоборот, если когда вы зажигали свечи, они не могли гореть. Например, зажгли их в таком месте, где ветер, а потом перенесли в другое место. Несмотря на то, что они прогорели 30 минут, это не кошерно, знаете, бывает люди зажигают свечи, а потом ставят их на стол. Это не кошерно. То есть вы уже должны зажечь максимально правильно. Если вы зажгли максимально правильно, то, что происходит потом, вас уже не волнует. В следующем уроке мы полностью закончим разбор закона зажигания ханукальных свечей. И запомните, Бог все видит. Подпишитесь. Поделитесь этим видео. Нажмите лайк. Подпишитесь. Подпишитесь. Продолжение следует...